Вон и непонятный сон. Какой-то берег у меня был. Снулся полностью опустошенный, после опустошенный. По Вьетнам. Странное нападение нескольких групп. Небольшая группа. Непонятные солдаты, серебристая, желтая форма такая. Не зеленая. Длинные костюмы такие. Гладкие почему-то. Как бейсболки. Странное оружие. Стреляющие не пулями. Много чем поражающие. Довольно короткое. Оно как-то завязано биометрию. У меня есть такой вот один захваченный пистолетик. Как открыть нужно и туда пальцем нажать, чтобы взяли ДНК, взяли биометрию. Курка нет. Просто вот такое что-то изогнутое. Так держать и там сверху выбирать режим. Вот так. То есть там нажимать вот так нужно сверху на 3, по-моему, такие места. Куда нажимаешь, то и как бы вылетает. Очень опустошенный проснулся. Странные люди. Ну это люди, но такая вот... Треугольная полукруглая голова, как люди-кошки какие-то. Треугольные глаза. Странные. Красно... Больше красная кожа такая. Странные волосы. Вначале подумали, что какие-то виды там... Да, берег. Мы потом какие-то воевали. Какая-то пирс, какая-то лодка. Отстрелили его там. Они как с моря пришли. Ничего не понял. Какие-то есть воспоминания подобные? Берег. Мутная вода очень. Как в этой воде много-много глины растворилось. Дети маленькие на берегу сидят. Их много, наверное, десятка-полтора этих детей. Как дети обычно играют. Они не очень чистые эти дети. Просто в пыли играют. На голове какие-то у них... Как вот вьетнамцы ходят. Вот эти вот треугольные такие вверх. Шляпки как из чего-то. Из какой-то соломы. Из какого-то растительного. Из чего-то. Сплетенные. И лодки. По-моему, две. Подплывают к берегу. Группа людей. Я знаю, что это военные. Максимум полтора-два десятка. Не больше человек. На этих двух лодках. Лодки это не военные лодки. Они просто перевозили. Почему-то они не предназначены для боя. Они не укрепленные. Они не бортированы. Там ничего. Просто лодки. И люди, которые очень сильно уставшие. Эти солдаты военные. Дети в рассыпную. Но просто как от чужих людей разбегаются. Они не боятся этих солдат. Хотя видно, что солдаты не принадлежат к группе людей, которые там живут. Это чужие солдаты какие-то. Но дети их не боятся. Они просто разбежали в сторону. Он встает, смотрит на них. Они очень уставшие эти люди. Такое впечатление, что не спали там. Знаешь, мне идет, как 60 часов не спали. Это очень много. Не знаю, на каких пределах кто может не спать 60 часов. Но глаза ужасно красные. И вот поддерживают друг друга. Одного вижу, как вот за плечи ведут. Знаешь, как вороненого, допустим, ведут. Что он так, как идет ногами и повис. Его поддерживает его товарищ кто-то, кто с ним вместе. Его подругу вот так поддерживает. Как, ну, понял, как идут. Вот это вижу. И это воспоминание. Такая картинка, воспоминание. А потом второе. Дом какой-то. Больше похоже на хижину. Оно как глина на земле. Там, где пол должен быть глина. И циновки какие-то. Просто как из циновки. Вот как у нас циновки. Низкое что-то. Как табуретка только. Или столик только совсем низкий. Вот такие ножки вообще невысокие. Я на этом сижу. Человек лежит на циновке. На полу чуть повыше. Впечатление, что у него как, знаешь, как матрас какой-то. Вот что-то набито. Сухой. Это не ткань. Это как водоросли чем-то набито. Вот он лежит на этом. У него голова у меня на плечах. Ой, на коленях у меня. Он бредит. Он то ли без сознания, то ли совсем ему плохо. Такое впечатление, что жар и бредит. Вот листья какие-то пережеванные. Или вот пожмаканные очень зеленые. Я из них как такую щёточку сделала. Кисточку вот по-украински. Это вихт. И как мисочка такая. Пложка. И там какая-то вода налита. Вот мочу эти листья. И вытираю ему голову. У него на виске рана. Но это не отстрелянная, а как разорванная чем-то, знаешь. И кровь уже так запеклась. Уже не течёт кровь. А запеклась. Но видно, что по виску и по лицу. И вот сюда на шею. И он бредит ему плохо. Я держу ему вот голову рукой одной. А второй вот вытираю. И я понимаю, что это я что-то с ним делаю, как лечу. Я ему неплохо делаю этому человеку, у которого пытаюсь помочь ему. Это вытяжка, вода какая-то такая. Очень густая и коричневая, и коричневая вода. Которую я рану ему промываю. Прям в рану вот так, где она уже начинает заживать. А у него как жар большой. Растёгиваю рубашку, чтобы вытереть вот тут. У него как капсула, такая конусообразная на шее цепочка. И вот этот кулончик капсула. Я понимаю, оно, по-моему, должно закручиваться как-то. Вот такое где-то в треугольной форме. Но конус вниз острым висит. Вот такое. И ему плохо его лихорадит. Этого человека. Я пытаюсь ему, вот знаешь, как ребёнка маленького приспать там, или что-то рассказать, успокоить. Вот по голове глажу, о чём-то шепчу, шепчу ему, что-то рассказываю. И пытаюсь вот с этой раной что-то сделать. Вот такие картинки. Это я помню. Зелени много. Реально похоже на Вьетнам, допустим. Но понимаешь, что люди не такие, как у нас люди. Оружие не такое, как у нас оружие. У нас такого сейчас нет. Это как, ну, как вот, как прямоугольной формы. Такой, где-то вот такой по длине. Вот здесь, да, на бедре. Оно как серебристое какое-то. И одежда очень странная. Оно и не материал, и не плёнка. Я не совсем понимаю, что, из чего эта одежда. Как комбинезон гладкая, что-то. Да, да, да. И такое гладкое, гладкое. Ничего не пристаёт, не пачкается вообще. Да. И как и воду отталкивает. Оно не мокрое. Когда они шли вот на лодке эти, на берег вытаскивали. Ну, они же по воде там могли бы ноги намочить как-то, но одежда на них сухая. И я с этим молодым человеком в хижине, в этой, и вижу, что как, знаешь, как полох такой, как какая-то ткань, тряпка. Дверей нету как таковых дверей, вот как мы привыкли к двери. А просто висит какая-то накидка, и вот как треугольные формы вот такой двери. Почему треугольные? Кто-то открывает и смотрит, как он там, говорят, как он там. Я показываю пальцем, что тихо, не шумите, пусть отдохнёт, ну, чтобы не разбудили этого человека. А кто-то из его товарищей, из тех, с кем он пришёл, из военных, заглядывает, смотрит, как он. Как разбитое какое-то подразделение после боя, да? Очень-очень разбитое, очень уставшее какое-то усталость. Дикое вообще чувствуется. Вот я проснулся, не знаю, сколько спал, и как выжатый. У меня такое было, когда Алекс вспомнился, снился, падение. Это проект Роя? Скулы высокие у людей, очень высоко скулы, и глазки вот так. Как вот треугольники, вот так. Да, да, да. Глаза треугольник, потом вот это вот, кожа как треугольник и скул, такие треугольники. Да, да. Острая бородка, борода вот, подбородок острый, а скулы вот так высоко. Вот форма такая треугольная, своеобразная форма лица. Больно там почему-то очень. Больно и усталость, выжатость. Вот тут, знаешь. Знаешь. Ладно, может потом что-то вспомниться. Похватит.